Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Мы обсудим понятие мифа непосредственно. В моем понимании мифом является любое мировоззрение, которое включает в себя элементы фантазии. Ну, проще говоря, совершенно любое мировоззрение, которое содержит в себе те или иные убеждения. Да, определение мифа я даю крайне срока и следую за этим, в принципе, Залосевым, известным русским философом, действительно, который сделал большой вклад в изучение понятия мифа. А у нас вообще-то существует несколько трактовок мифов. Ну, например, аналитическая трактовка такая супернаучная якобы. Она заключается в том, что миф – это все, где люди фантазируют, что-то себе придумывают, верят в это, и никаких обоснований, в общем-то, не создают при этом. Вот такая вот мифологическая трактовка, научная трактовка мифа. Она довольно-таки примитивная, как вы можете заметить. Вот у нас есть абсолютно не мифологичная, суперобъективная, вообще классная наука. А с другой стороны, какая-то, в общем, чушь, выдумки каких-то дураков и так далее, и так далее, и так далее. Очень радикализированные противостояния. Проблема же заключается в том, что наука в сущности мифологична тоже. Она строится на мифологичных основаниях. Ну, начнем, например, с естественной установки. Кто вообще сказал, что законы природы действуют по всем пространстве в одинаковой степени, в одинаковой мере? Это можно сказать, конечно, что по определению так. Но что это за определение? Откуда оно лито? Откуда мы вообще придумали его? Оно просто нафантазировано. Просто люди придумали, что то, что мы изучаем здесь на Земле, тоже происходит и в космосе. Да, так удобнее. Это гиперупрощение хорошее, полезное для науки. Почему быть и нет. Но на самом деле это миф. Что еще миф? Клетки живые. Это разве не мифы? Ну, то есть, я не говорю, что они полностью выдуманы. Конечно, люди смотрят в микроскоп и что-то наблюдают при этом. С чего мы взяли, что это живые существа, живые организмы? С чего мы взяли, что это вообще не какая-то там каша, там где находится? Ну, проще говоря. Это, конечно же, определенные действия, связанные с воображением, с фантазией, приводят нас к тому, что вот это вот там не каша, а живые создания. Какие-то там бактерии и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, если мы исключим из всего этого процесса воображения, у нас не будет никакого резона говорить, что вот это вот живые существа в микроскопе, например. Или что еще? Вся математика построена на воображении. Математика без воображения в принципе не работает. Любые геометрические построения без воображения, ну, полная чушь, честно говоря. Потому что геометрия просто строится чисто на воображении. Ну, отсюда и не получается, что все основные категории науки, они связаны с воображением. Мы можем долго попробовать перечислять, даже эпирический опыт, даже трактовки факта, они включают в себя элементы воображения. Ну, потому что нам нужно привести каждый факт к нашим доминирующим теориям. И когда мы это сделаем, тогда как бы все, картина мира сложилась, и мы молодцы в науке. Вот. Отсюда получается, что нет, на самом деле, вот в моем мировоззрении, я, например, когда смотрю на все это, я не вижу противоречий между научным мифом и мифом религиозным. Или мифом какого-нибудь другого нерелигиозного народа. Либо философским мифом. Все это единые системы мифов, которые, в общем-то, просто функционируют, да, и функционируют на некой фантазии. И включают в себя некоторые элементы воображения, а воображение, оно отсылает нас к некоторым, собственно, возможностям. Да, мир может быть устроен таким-то образом, мир может быть устроен другим образом. Если изначальные установки мира таковы, то, ну, например, мифологическая система буддизма, например, права. А если там существуют Будды, Пресветление, Нирвана и так далее. А если же естественная установка права, то, скорее, ближе к правоте находится наука. И так далее, и так далее, и так далее. Просто проблема в том, что мы не можем все это проверить, и нам приходится основываться на некоторых допущениях. И они включают в себя определенные мифы. То есть, на мой взгляд, нет никакого негативного мифотворчества, которое просто позорно, постыдно, и с которым никто не имеет дела. На самом деле, даже когда ученые пытаются скрыть, что они, в общем-то, не занимаются мифотворчеством, они им активно занимаются. Это я, ну, я считаю, что это нужно именно понимать. Что вот ученые, это не какие-то вот персонажи, которые сделали огромный колоссальный прорыв в мышлении. Нет. Это вообще-то очень закономерная группа людей, которая возникла из как раз мифологического мышления. Да, последовательно возникла это, в общем-то, некоторая интерпретация мифологического мышления, некоторая его, в общем-то, модификация. Здесь нету никакого последовательного скачка от мифотворческих дураков к абсолютно рациональным, прекрасным и во всем логичным людям. Нет. Даже скорее наоборот. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю внимания. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю внимания. С вами прощаюсь и желаю внимания. С вами прощаюсь и желаю внимания.